Добрый день. Мастер пираминкс или пирамидка 4х4 это четырехслойная версия обычной пирамидки. После добавления дополнительного слоя головоломка стала гораздо дольше собираться. Существует несколько способов сборки этой головоломки. В этом видео я покажу, на мой взгляд, самый простой для понимания, но в то же время скоростной метод, который после недолгих тренировок позволит стабильно собирать эту пирамидку меньше одной минуты. Рассмотрим строение этой головоломки. Как и в обычной пирамидке, здесь есть четыре уголка, которые имеют три цвета. Также есть центральные элементы, которые находятся вот здесь. На самом деле их правильнее называть углами, поскольку они имеют три цвета, а обычно углы у нас трехцветные. Но в обычной пирамидке мы называли их центрами, поэтому пусть они у нас будут угловые центры. Их такое же количество, как и в обычной пирамидке. То есть, если считать этот элемент за один, то их четыре. Если считать каждую отдельную пластинку, то их получается двенадцать. Но настоящими центрами будут являться вот эти элементы. Они действительно имеют один цвет, и таких элементов в обычной пирамидке не было. Как мы видим, в трехслойной пирамидке на этом месте отверстие. Эти самые элементы создадут нам дополнительный этап в сборке. Ребро в четырехслойной пирамидке теперь состоит из трех элементов. Это вот основное ребро, назовем его центральным. Их таких шесть. И еще к каждому центральному ребру добавляются два боковых. Соответственно, если таких ребер шесть, то таких получается двенадцать. Этапов сборки здесь будет всего три. На первом мы соберем вот эти ребра по три элемента. На втором соберем пирамидку, как обычную, трехслойную. И на третьем этапе мы расставим по местам центра. Сборка ребера достаточно интуитивна. Таких вот тройных ребер нужно собрать шесть штук. И с первыми двумя-тремя проблем в принципе никаких нет. Но дальше многие могут испытывать некоторые трудности. Хотя вполне реально собрать и все шесть ребер интуитивно. Если у нас есть два синий-красных ребра, чтобы поставить к ним третье, можно просто сделать вот так. Если синего-красного элемента поблизости нет, к примеру, среди этих трех, мы можем его поискать по всей пирамидке. Найти, к примеру, вот здесь. Поднять поближе к собираемому ребру и совместить. Если у нас все ребра разрозненные и ни одно еще до сих пор не спарено, то можно просто по отдельности собрать все три элемента. К примеру, к этому синий-красному центральному собираем вот этот синий-красный боковой ребра. Ищем следующее, находим его где-нибудь здесь. И также соединяем. Очевидно, что сборка лучше начинать с центрального ребра. К примеру, если у меня вот есть синий-красный, есть еще одно синий-красный, я, конечно, могу их поставить рядом, но потом мне будет не совсем удобно сюда вставлять центральное, которое где-то вот здесь находится. Это, конечно, реально, к примеру, отвезти в стороны, подвезти сюда синий-красный ребро и поставить на место. Но это не очень быстро и неэффективно. Хотя допустимо. После сборки первого ребра, также интуитивно собираем второе. К примеру, видим два желто-красных. Ищем третье желто-красное. Она вот здесь. Мы можем его поднять сразу наверх, но тогда у нас те два элемента сдвинутся. Поэтому можем отодвинуть эти два элемента, поднять желто-красное ребро и соединить все три вместе. И вот у нас уже два ребра собраны. Отправим их куда-нибудь вниз и посмотрим, что у нас есть наверху. Наверху мы видим два зелено-красных ребра. Нам удобнее вращать вот этот верхний слой, поэтому я вот так разверну, чтобы у нас свободный слот был сверху. Видим зелено-красное вот здесь. Немножко подвернем и поднимем наверх. Все это делается достаточно интуитивно. И проверяем, чтобы у нас при вот таком движении не разрушались уже собранные ребра. Ставим и получаем зелено-красное ребро собрано. Таким образом мы уже собрали три ребра. Если поставить их на одну крань, то вот они, три стоят. Дальше остается собрать еще три. Посмотрим, что у нас здесь есть. Мы видим, что вот это сине-желтое можно поставить вот сюда. А дальше нам уже как-то неудобно. То есть я, конечно, могу перевернуть два вот этих сине-желтых. Если мы поставим вот это сине-желтое сюда, то у нас, как вы видите, разрушится вот это желто-красное ребро. Ставим. Сине-желтое собралось. Желто-красное разрушилось. Чиним желто-красное. Разрушается сине-желтое. Это не решает нашу проблему. Количество собранных ребер не увеличивается. Вполне может быть такое, что на верхнем слой удастся еще собрать там одно, два, даже три ребра. Но это, опять же, дело случая. Нам же нужно знать стопроцентный способ сборки. В данном случае, если нам нужно к двум вот этим элементам добавить вот этот третий, мы располагаем их таким образом. Там, где элемент двойной, мы свободный слот оставляем сверху. Нужный элемент располагаем снизу. Это очень похоже на действие, которое мы делали в кубике 5х5. К примеру, вот два бело-зеленых элемента и еще один. Надо вот этот элемент переставить вот сюда. Мы вот это место выдвигали сюда, делали комбинацию под названием flip и возвращали. И ребро собиралось. На пирамидке мы будем действовать подобным же образом. Выдвинем вот это место вот сюда и сделаем флип. Флип переворачивает вот это ребро кверх ногами. Но флип на пирамидке 4х4 будет гораздо короче, чем на кубике 5х5. В нем всего лишь три хода. И возвращаем на место. И вот у нас сине-желтое ребро собрано и ни одно другое не пострадало. То есть у нас сейчас собранных ребер будет уже 4. Одно, второе, третье, четвертое. А значит прогресс, значит хорошо. Хорошо. Осталось у нас с ней собранных два ребра. Мы видим вот два зелено-желтых элемента. Ищем к ним третий. Вот он. Помним, что вот эти два элемента должны располагаться снизу. И третий зелено-желтый должен быть где-то вот здесь. Мы перемещаем. Переместим вот так. И вот так. Это интуитивно. Сделаем тот же самый алгоритм. Зелено-желтый элемент должен находиться вот здесь. Выдвигаем место, где должен находиться зелено-желтый элемент. Делаем флип. rv d' rv и возвращаем. То есть полностью формула выглядит как u' flip u. и вот все ребра собраны. На самом деле вот этот алгоритм с флипом можно использовать почти с самого начала сборки. Но при инспекции можно просчитать одно или два ребра и собрать их интуитивно. К примеру, вот синий-красный, синий-красный собрали. также безбоязненно можно собрать еще одно какое-нибудь ребро. К примеру, мы видим два здесь зелено-красных. Ищем третий зелено-красный. Находим его вот здесь. Поднимаем. Проверяем, что у нас собранное ребро здесь не попадает нигде под движение вот этих элементов. и собираем второе. Ну а дальше уже можем использовать комбинацию флип. Причем эта комбинация удобна не только в том случае, когда у нас есть правильный блок из двух реберных элементов, но и когда он есть неправильный. Причем даже чаще удобнее использовать именно в этом случае. Если блок разрозненный и находится сверху, то недостающий элемент тоже должен находиться сверху. Так мы это делали в кубике 5х5. Но в 5х5 возможно их и зеркальное расположение, то есть все будет снизу, но на нашей пирамидке это будет неудобно. Что мы здесь делали? Мы выбивали вот этим элементом тот, который здесь стоял. Делали флип вот этого ребра и возвращали. Точно так же мы поступаем и здесь. Вот разрозненный блок. Вот еще один элемент, который должен быть вместе с ними. мы вот этим элементом выбиваем тот элемент, который здесь стоял. Делаем флип вот этого ребра, где теперь уже правильный блок появился. Делаем rv d' rv и возвращаем. Попробуем еще раз. Вот мы видим разрозненный синий-желтый блок. находим еще один элемент. Видим, что блок находится сверху. Поднимаем также вверх. В этом случае удобнее пирамидку перехватить так, чтобы разрозненное ребро было вот здесь вот справа от нас, а недостающий элемент сзади. мы выбиваем третьим элементом, тот, который здесь уже стоял неправильно, делаем флип rv d' rv и возвращаем. Ребро собрано. Таким образом, используя либо первые комбинации, либо вторые, мы собираем все ребра. К примеру, видим вот два зелено-желтых и вот зелено-желтые. Третий элемент может находиться также и слева. То есть, мы вот этим зелено-желтым выбиваем вот этот элемент, делаем флип и возвращаем. С другой стороны, можно подумать, что мы собираем желто-красное ребро. Тем самым, мы вот этот слот выдвигаем сюда, делаем флип и желто-красный элемент поднимается вверх. И тогда мы загоняем его обратно. Так получается, потому что это два последних ребра. в любом случае принцип работы похож. Делаем так. Флип и возвращаем. Все ребра собраны. Помимо стандартных ситуаций, которые могут быть на двух последних ребрах, возможны еще два случая. Один из них вот такой, когда у нас центральное ребро спарено не со своими боковыми ребрами. Вот это центральное ребро зелено-синие, а зелено-синие элементы находятся у другого ребра желто-красного. Ну и соответственно, вот эти желто-красные нужно переставить вот сюда. В этом случае мы просто дважды применяем алгоритм из предыдущих ситуаций. Для начала на это место поставим какой-нибудь зелено-синий элемент, то есть выдвинем сделаем флип вернем обратно и получим уже какую-то классическую ситуацию. Видим здесь зелено-синий зелено-синий но они стоят оба кверх ногами так же как и желто-красные поэтому мы их оба должны перевернуть. Обращаю внимание что при сборке ребера нужно выполнять только следующие движения это движение полностью граней вот такие вот вращать грань либо вращать вот именно всю пирамидку кроме одной грани в таком случае у нас уже собранные ребра разрушаться не будут для того чтобы мне развернуть вот эти два ребра я переворачиваю одно из них вот оно получается снизу и переворачиваю второе вот исходная позиция получаем собираем вот эти зелено синие не хватает здесь зелено синего выдвигаем делаем флип и возвращаем обратно вот все ребра собрались если захочется делать вот такие коротенькие движения для перемещения каких-то элементов в нужное место то вы будете разрушать уже собранные ребра как бы это допустимо на ранних этапах когда у вас там одно или два ребра собранные но когда у вас собрано их много лучше так не делать если собирать пирамидку на скорость проще использовать безопасные движения движения граней или пирамидки без одной грани что в принципе одно и то же так я вращаю пирамидку без этой грани так я вращаю эту грань такие движения безопасные вот такие движения разрушают ребра синий красный разрушусь и вторая неприятная ситуация на двух последних ребрах когда у нас такой вот как бы паритетное ребро из кубика 5 на 5 но их всегда у нас два если в кубике 5 на 5 решалось нехитрым алгоритмом то здесь нам будет решаться аналогично всем предыдущим случаям то есть при помощи флипа для этого мы сначала опять же делаем какую-нибудь комбинацию у штрих флип рв до штрих рв у и получаем уже знакомые случаи мы видим что вот здесь есть блок правильный здесь разрозненный ну и любой из них можем решить перевернем оба ребра и к примеру ну вот этим элементом выбьем вот этот решим через вот этот разрозненный блок возьмем его перед собой нужный элемент сзади у блок сверху либо он возникает снизу как в той ситуации где я уже показывал в этом случае нам не нужно переворачивать вот эти ребра таким образом можно сразу делать следующий флип переводим сюда и доделываем и сразу ребра есть то есть минус два движения эти ситуации можно прогнозировать это конечно в начальных этапах не так важно но вдруг кому-то пригодится посмотрим внимательно на зелено желтые элементы вот у нас здесь два боковых ребра а здесь центральная желто-зеленая если на передней грани от боковых зеленый цвет от центрального желтый цвет то есть цвета разные в этом случае у нас разрозненный блок получится сверху то есть ситуация удобная выполняем флип и вот получается разрозненный блок здесь в случае если вот эти цвета будут совпадать то есть зелено-желтый боковые зелено-желтый центральный на передней грани оба цвета зеленые если мы сделаем алгоритм то мы получим что разрозненный блок снизу то есть для продолжения сборки нам придется эти ребра переворачивать и дальше уже собирать как обычно таким образом если вот эти цвета разные то после первого флипа у нас будет удобное расположение ребер если нет то неудобное нетрудно догадаться что движениями рв дэш-3 рв ориентацию вот этого ребра можно поменять и сделать то положение которое кажется более удобным но тут смысл в чем либо мы делаем лишний флип либо потом переворачиваем ребра такими движениями и тратим время на какие-то там перехваты вполне понятно что для такой ситуации можно сделать все в принципе то же самое но немножко быстрее то есть из такого положения два ребра перед нами крайние ребра не совпадают с центральным мы делаем комбинацию у штрих рв д штрих рв и как бы мы должны сделать у но мы сразу видим что здесь вот этот разрозненный блок и вот этот элемент нам придется ставить вот сюда чтобы решить так вот немножко перехватить и дорешать можно чуть-чуть времени сэкономить и сделать следующим образом вот такая же ситуация мы делаем у штрих флип и вместо у делаем опять у штрих и флипаем уже вот это ребро немножко перехватив и нам остается просто докрутить у штрих ну малость возможно в скоростной сборке это пригодится и это в принципе вся информация которая вам необходима для сборки ребер на пирамидке 4х4 на втором этапе мастер пираминкс необходимо собрать как обычную пирамидку единственное отличие будет только в том что ребра пирамидки стали тройными то есть вот в таком виде она на обычной пирамидке и это в тройном виде на большой на эти центры пока внимания не обращаем я напомню как это было на обычной пирамидке здесь допустимо используются любые методы как новичковые так и профессиональные я напомню как собирается пирамидка по слойным методам для начала мы поставим правильно все уголки потом соберем звезду я соберу красную как в методе для начинающих нехитрыми алгоритмами ставим красные ребра по своим местам их три штуки достаем пиф-пафом и ставим на место ну и наверху может быть один из пяти алгоритмов либо скип как сейчас ну может быть и какая-то ситуация пилл в методе для начинающих показаны они все в данном случае мы делаем пиф-паф такой и загоним ребра и пирамидка собирается повторим все то же самое на пирамидке 4х4 вот уголки опять же их можем сразу поставить правильно можем в какой-то другой момент сборки это сделать то сделать это так как привыкли делать на обычной пирамидке собираем звезду она теперь будет выглядеть вот так я убрал лишнее ребро и вот такая получилась звезда красный центр мог здесь и не стоять это совершенно не обязательно находим ребра вот они красные и ставим по своим местам вот видим красный центр ушел но ребро стоит на месте вот такая полоса получилась далее зеленое ребро вот оно такое тройное ставим на место и синий ребро тоже ставим на место Вот собрался первый слой Далее мы должны вот этот верхний ромбик совместить именно с цветом нижнего слоя Здесь легко запутаться, какие цвета с какими должны совпадать Вот именно верхний ромбик должен совпадать с нижним слоем И тогда мы определяем тот алгоритм, который здесь выпал В данном случае у нас заднее ребро стоит правильно И мы делаем пиф-паф И загоняем через заднюю сторону И таким образом пирамидка собирается, но без центров Можно собирать абсолютно с любого цвета и любым другим способом Не только тем, которым я показал Если вы не умеете собирать простую пирамидку В описании есть ссылка на обучающее видео методом для начинающих Здесь повторяться подробно я не буду На третьем этапе мы должны расставить по местам вот эти центры Их здесь четыре И бывает всего три ситуации Две из которых зеркальные Помимо того, что центры могут сразу стоять на своих местах В случае, если у нас четыре центра стоят не на месте То есть нет ни одной грани, где центр стоял бы на месте То есть единственная ситуация Мы должны взять таким образом, чтобы центры менялись вот так То есть передний и нижний И левый и правый менялись То есть должны поменяться задний левый правый И передний нижний То есть именно в таком виде И мы делаем просто три пиф-пафа На обычной пирамидке пиф-паф выглядит вот так Право, лево, право, лево Если сделать три пиф-пафа То пирамидка вернется в исходное состояние На пирамидке четыре на четыре в принципе произойдет то же самое Но вот эти центры переместятся А именно поменяются вот эти два центра И вот эти два Давайте посмотрим Правая, левая, правая, левая Один пиф-паф Правая, левая, правая, левая Второй пиф-паф Правая, левая, правая, левая То есть мы видим, что все центры стали по своим местам Можно делать как правые пиф-пафы, так и левые То есть я сейчас делаю три левых пив-пафа, второй, и вот этот третий. И центры опять поменяются местами. Чтобы их решить, опять же делаю три любых пив-пафа. Именно вот таким вот широкими слоями это делается, чтобы захватывались сами центры при движениях. Можно, конечно, делать пив-пафы, пробовать вот этими уголками. Но тогда у нас ничего здесь меняться не будет. И эти движения будут просто бессмысленны. Другой тип, когда один центр стоит на месте и нужно переместить три других. В этом случае мы должны собранную грань разместить слева, ну слева-сзади. И у нас центры, которые нужно перемещать, должны быть спереди, снизу и справа-сзади. Выполняем алгоритм точно такой же, как PLL на обычной пирамидке. Вот для такого случая, когда у нас со всех сторон глаза, мы делали вниз, вверх против часовой, вверх, опять вниз, опять вверх. Такую нехитрую комбинацию. И, в принципе, для начинающих можно было делать эту комбинацию дважды. Когда у нас вот этот цвет с этим не совпадает, нам приходилось делать эту комбинацию дважды. А вот один раз сделали, у нас теперь эти цвета стали совпадать. Делаем второй раз. И пирамидка собирается. Либо, если у нас вот эти цвета не совпадали, мы просто делали зеркальный алгоритм. Вот так вот. И пирамидка собиралась. На пирамидке 4х4 мы будем делать то же самое, но движение верхней грани мы заменим на движение вот этого среднего слоя. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, правая вниз и вверх против часовой. Но мы будем докручивать вот это в противоположную сторону, чтобы только средний слой повернулся против часовой стрелки. Вверх. Опять против часовой. А верхушечку возвращаем. Вниз. Вверх. И пирамидка собралась. Попробуем еще раз. Находим собранную грань. Располагаем ее слева. И выполняем алгоритм. Если вот этот цвет, вот этот вот, ну все кроме центра, совпадает с цветом центра, то пирамидка соберется с первого раза. Правая на себя. Средний слой против часовой. Правая от себя. Средний слой против часовой. Правая на себя. Против часовой. От себя. Против часовой. И пирамидка собирается. Если цвет, вот этот красный, с этим желтым не совпадает, то мы либо делаем этот алгоритм дважды, либо перехватываем пирамидку таким образом, чтобы собранная грань оказалась справа, и делаем алгоритм зеркально. Теперь мы видим, что вот этот красный и вот этот красный совпадают. В зеркальном случае собирается с первого раза. На себя. Получается по часовой. Средний слой. От себя. По часовой. Средний слой. На себя. По часовой. Средний слой. Средний слой. Все собирается. Я рассказал все ситуации, которые возможны на пирамидке 4х4. Все достаточно просто, но на всякий случай я еще покажу сборку с объяснениями. Допустим, у нас вот такой вот скрамбл. Я взял на ресурсе CS таймер. Пирамидка 4х4 не так давно стала неофициальной дисциплиной, которая собирает на скорость на чемпионатах по спидклубингу. И CS таймер как раз ингенерирует скрамблы для этой пирамидки. Что мы видим сразу? Синий-желтый блок. И вот третье ребрышко, которое в один ход. Ставится вот так. У нас первое ребро собирается. Смотрим дальше. Вижу разорозненный желто-красный. Сразу вижу третий элемент. Поднимаем. Вот этим ребром выбиваем. Делаем флип. И возвращаем. Таким образом уже собрано два ребра. Осматриваем пирамидку. Видим, что больше блоков нет. Но вот этот синий-зеленый и этот синий-зеленый можно как бы в один ход сопоставить. Да, и у нас получается сразу синий-красный разрозненный блок и синий-зеленый. Ну, ближе мне тут нашелся синий-красный кусочек. Поднимаем его наверх. Выбиваем. Флип. Возвращаем. Дальше. Ну вот уже удобно стоят синий-зеленые элементы. Выбиваем. Делаем флип. Возвращаем. И классическая ситуация, видимо, нас ожидает. Да. Два последних ребра. Делаем первый флип. Ну и как бы у нас придется к такой ситуации. Но можно было вместо этого хода делать вот такой. Перехватить. Сразу флип. И все ребра собраны. Дальше собираем как обычную пирамидку. Начнем по обычаю с красного. Красный будет у нас на этой грани. Ставим зеленое ребро. Синее. Ну и желтое. Споставляем вот этот ромбик с этим слоем. У нас здесь уже сразу все стоит. И определяем случай. Да, видим, вот это ребро не совпадает ни с одной из граней. Делаем левый пивков. И загоняем ребро. Тем самым собирая пиво. Красная грань собрана. Располагаем ее слева. Смотрим. Видим, что вот этот синий цвет совпадает с цветом центра. Поэтому комбинат сделаем с правой стороны. Правый на себя. Средний слой против часовой. Поднимаем вверх. Средний слой туда же. Опускаем вниз. Средний слой. Поднимаем вверх. Ну и средний слой. Пирамидка собрана. В принципе, это все моменты, которые здесь могут возникнуть. В любом случае, любые ситуации решаются при помощи стандартных флипов. Выдвигаем элемент. Делаем флип. Выдвигаем обратно. Даже если у нас нет никаких блоков, ни собранных, ни разрозненных. Например, вот в таком вот случае у нас синий-желтый. Один-одинешник. И вот этот каким-то образом надо переставить сюда. Мы предположим, что у нас стальные ребра собраны. Мы можем сначала вот этот элемент переставить сюда. Ну, а дальше уже смотреть, что получится. То есть, все решается по одному и тому же принципу. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok